Снова здравствует советская традиция. 12 сентября окруженные госслужащие намерены развеять один из мифов о чиновниках. Представители власти впервые официально сдадут нормы ГТО. Они будут бегать, подтягиваться и отжиматься, как мужчины, так и женщины. Результаты потом обещают внести в единый реестр, а самых лучших наградят специальными значками. Возрастных ограничений для участников практически нет. На старт выйдут даже те, кому за 60. Через какие испытания пройдут чиновники, расскажет Олег Хатанзейский. Сейчас мы находимся на стадионе, где все будет происходить. И честно, очень интересно, как это все будет выглядеть. Во многом из-за стереотипа соответствующего слову «чиновник». Сегодня утром я специально ввел его в поисковике, посмотрел картинки. Сплошные животики и круглые лица. Ирония понятна. Ну а что же будет на деле? Конечно, волнуюсь. В общем-то, интересно проверить свои силы. Регулярно спортом не занимаюсь, признаюсь честно. Начальник отдела по взаимодействию со СМИ Жанна Самоходкина – одна из главных поломки стереотипов. Уже завтра ей предстоит доказать. Чиновники тоже умеют отжиматься. А еще бегать и прыгать. Не хуже остальных. Последний месяц девушка провела на стадионе. Усиленные тренировки, отказ отредных привычек. И вот он результат. Спокойно. Шесть кругов. Без передышки. Мне кажется, что абсолютно правильно и справедливо, что поддержать инициативу президента в первую очередь своим личным примером должны госслужащие. Массовая сдача ГТО начнется в 10 часов утра. На старт выйдут больше 200 чиновников. От начальников до рядовых специалистов. Требования ко всем одинаковые. Разные только ступени. Они разделены по возрасту. Например, женщинам до 29 лет предстоит выдержать 6 испытаний. Это бег на различные дистанции, отжимания, пресс, растяжка и прыжки в длину с разбега. Кстати, в прошлом году чиновники уже сдавали нормы ГТО в тестовом режиме. Сейчас организаторы фестиваля учли предыдущий опыт и внесли некоторые нововведения. Неудобство для всех сдающих было то, что они ждали очень долго начала старта. Поэтому в этом году мы пошли немножко по другому пути. Сразу развели все ступени по времени. Я думаю, что им более будет комфортно. Фестиваль расстанется на 6 часов, поэтому время для передышки между дисциплинами будет, уверяют организаторы. Час нормативов сдадут на стадионе, остальные примут в зале лидера. Лучшие результаты обещают нести единый реестр, а самых быстрых и сильных наградят знаками отличия. Вперед. Раз. Два. Три. Четыре. Назад. Раз. Школьникам тем временем тоже не дают расслабиться. И хотя они нормативы ГТО официально будут сдавать лишь в следующем году, каждый урок физкультуры уже посвящен подготовке к предстоящей проверке на прочность. Сколько отжался, как пробежал, далеко ли метнул гранату. Когда речь идет о том, чтобы работать после каникул, в физическом направлении, это очень тяжело всегда. Потому что дети приходят абсолютно расслабленные, неподготовленные, соответственно, все нужно начинать с нуля. Однако многие ребята нормы ГТО готовы сдать хоть прямо сейчас. Пробные фестивали показали. Результаты, причем неплохие, уже достигнуты. Я сдаю все нормативы, нормально справляюсь с нормами. Что касается предстоящего праздника спорта, то принять участие в нем сможет и каждый желающий. Для этого необходимо зарегистрироваться на официальном сайте ГТО и получить уникальный один номер. А затем прийти с ним на стадион. Главный атрибут – удобная спортивная обувь. Олег Котанзейский, Роман Делимарский, Андрей Котов, Телеканал Север.